Это кадры из интервью главы немецкого МИДа Аннеллины Бербак немецкому общественно-правовому каналу РД. На вопрос журналиста о том, что должна сделать Германия, если на предстоящем саммите в Рамштайне США, Великобритании и Франции примут решение о поставках в Украину ракет дальнего радиуса действия. Должен ли и Берлин последовать этому? Аннеллина Бербак ответила так. Речь идет о военных объектах. И совершенно очевидно, что каждая страна в мире имеет право на самооборону. И не обязательно сначала ждать, когда ракета пересечет границу, уничтожит госпиталь, а потом уже можно как-то реагировать. Скорее, право на самооборону включает в себя право уничтожать военные подразделения. Откуда исходит разрушение – это первое. Именно поэтому мы еще в недавнем прошлом четко заявили, что это включает в себя цели в России, военные цели. Федеральный канцлер также дал это понять. Что касается ракет дальнего радиуса действия, о которых вы сейчас говорите, то, думаю, хорошо известно, о чем я всегда говорила – что они играют важную роль в преодолении этих минных поясов на востоке Украины. Что-то другое Германия должна поставлять в будущем? Я ясно выразила свое мнение по этому поводу. У канцлера другое мнение. И в коалиции, и в демократической коалиции, если вы не можете договориться по этому вопросу, то мы не можем его поддержать. Тогда это делают американцы, и британцы, и французы. То, что министр иностранных дел Германии выступила в поддержку Украины, поставок туда дальнобойных ракет, у немецких экспертов удивление не вызывает. Следует учитывать, что она довольно часто бывала в Украине в качестве министра и всегда подчеркивала не только стратегическую, но и гуманитарную важность поддержки этой страны. А эксперт германского общества внешней политики Вильфрид Ильге напоминает, что именно Анна-Лена Бербак вместе с министром иностранных дел Великобритании пыталась добиться поставок ракет «Таурус» из Германии в Украину. Федеральный министр иностранных дел всегда четко руководствуется международным правом. А согласно международному праву, как она неоднократно давала понять, Украина имеет фундаментальное право бороться с военными частями, логистическими центрами, другими словами, со всем, что является военным и представляет угрозу для гражданского населения Украины, как, например, для больницы «Ахмат-Дед» в Киеве. Другими словами, международное право разрешает это. И именно это, как мне кажется, всегда было основным принципом ее позиции. Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно требует от западных стран разрешить Киеву использовать поставляемое ими оружие для ударов по объектам в России, расположенным в сотне километров от украинской границы. Для этого США должны были бы разрешить использование ракет «Атакамс», а в Великобритании крылатых ракет «Сторм Шэдоу». Немецко-шведские крылатые ракеты «Таурус» теоретически могли бы достичь Москвы. И поставлять такое оружие Киеву Олаф Шольц отказался. Думаю, многие были удивлены тем, что федеральный канцлер в очередной раз так явно позиционировал себя без необходимости, да еще и обосновывал это личными убеждениями, вместо того, чтобы исходить из стратегического обоснования. Мы видим, что федеральное правительство постоянно занимает очень разные позиции относительно того, каким должен быть максимальный объем помощи для Украины. Все партии или отдельные представители различных правящих партий не всегда придерживаются одной и той же точки зрения. Хорошо, что поддержка, тем не менее, продолжается, хотя в последние недели и месяцы споры уже не так явно выходят на первый план. При этом вопрос военной поддержки Украины в последние месяцы стал и темой во внутренней политике Германии, как показывают выборы в Лантаге, прошедшие в сентябре. Успеха добились право и лево популистские партии, выступающие против поставок вооружения Украине. Партия «Зеленых», которую представляет Анна-Лена Бербак, показала на этих выборах слабые результаты. Впрочем, и для коллег по правительственной коалиции эти выборы в Лантаге не были успешными. Это фундаментальная проблема для этого федерального правительства. Однако я считаю, что министр иностранных дел всегда имеет определенный вес, потому что министр иностранных дел – это один из самых ценных министров в правительстве, если не самый ценный, и поэтому ее мнение также высоко ценится. У нее также есть коллеги, которые очень тесно с ней сотрудничают. Она уважаема на международном уровне среди коллег, особенно в западном сообществе государств. По мнению Вильфрида Ельге, очень важно объяснить гражданам в Германии, что дело не в том, чтобы дать украинцам оружие, чтобы они могли захватить ряд областей в России, а в том, что это просто вопрос выживания для гражданского населения Украины. Кроме того, по мнению эксперта, вовсе не Донбасс – окончательная цель России. Путин хочет отрезать Украину от выхода к морю, и в будущем под давлением россиян может оказаться юг страны. А боязнь Запада эскалации – это иллюзия, считает эксперт. Наоборот, мы должны наконец переломить ситуацию и четко заявить России, что мы готовы сделать гораздо больше, если Россия продолжит массово подрывать международное право и терроризировать гражданское население в этой войне. Таким образом, это также даст возможность переломить ситуацию. Хотя я хотел бы еще раз сказать, что для Украины сейчас принципиально и необходимо, чтобы, по крайней мере, в районе от 300 до 400 километров за границей, особенно на аэродромах, где взлетают самолеты Су-34, которые сбрасывают планирующие бомбы, чтобы Украина могла этому противостоять. Для Украины это означало бы возможность хотя бы временно остановить российскую военную машину, а именно в тех точках, где Россию нельзя убрать с дороги так быстро, например, на аэродромах, а также на промышленных предприятиях и в некоторых центрах снабжения и логистических узлах. Это можно решить с помощью такого оружия. Конечно, это было бы возможно, но в то же время вы должны понимать, что даже если согласовать вопрос поставок, потребуется очень много времени, прежде чем такие системы смогут поступить из Германии, потому что сначала их нужно будет установить на украинские самолеты и технически адаптировать, поэтому это невозможно сделать в одночасье. По мнению Кристиана Мюллинга, однако, крайне маловероятно, что вопрос поставки ракет дальнего радиуса действия для Украины со стороны Германии решится этим немецким правительством. Продолжение следует...